Все коллеги, кто подключился, как тоже. Доброе утро. Прилагаем вам вашему вниманию презентацию на тему структурно-функциональной изменения работы диафрагмы пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Есть ли взаимосвязь с изменением функции внешнего дыхания? Хроническая сердечная недостаточность, известно, приводит к структурным нарушениям во всем организме, функциональным нарушениям во всем организме, включая мышечную слабость. И это не может не отражаться, естественно, на дыхательной функции. Всем известно, что хроническая сердечная недостаточность сопровождается дыхательной недостаточностью очень часто, вплоть до развития отёка лёгких, которые нужно оппортировать. И основной акцент очень долгие годы выделялся именно дыхательной дисфункции. В данной работе мы рассмотрим вклад диафрагмальной дисфункции в поддержание дыхательной недостаточности у пациентов с ХСН. Или можно, наоборот, сформулировать, сформируется ли диафрагмальная дисфункция у пациентов с ХСН. Причина развития дыхательной недостаточности. Основной известный этиопатогенетический механизм — это формирование реструктивного от всей подыхательной недостаточности. Вот три последние. Типа это уже в последнее время идёт в научной среде изучение саркопении, динопении. И в данном докладе будет акцент на висцеральные отёки и в том числе диафрагмальный отёк, так как это всё-таки мышечная структура. Типичная спирометрия при хронической сердечной недостаточности выглядит как реструктивный тип. Мы видим слева абсолютно типичное снижение дыхательных объёмов, снижение жизненной функции лёгких. Справа предоставлен один из пациентов, у которых происходит рестрикция, плюс ещё и обструкция, что также может быть типично для пациента с ХСН, особенно в период практически декомпенсации, хотя в данном случае видим, что неплохие дыхательные объёмы он выдаёт максимальным дыханием. Методология нашего исследования исходила из того, что пациенты с хронической сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации, как правило, в какой-то период находятся в наших условиях, в условиях реанимации, и проводить там спирометрию полноценную сложно как для персонала, необычного для этого, так и для пациента выдержать полную спирометрию тоже сложновато. Таким образом, мы подумали, как же можно объективизировать некоторые параметры, и пришли к следующему заключению, что мы можем оценить параметры внешнего отдыхания с помощью нашего хорошо известного аппарата искусственной вентиляции лёгких, в данном случае который будет использоваться, ну, по сути, как спирометр. Оценка параметра частичного внешнего отдыхания нами разработана, ну, не разработана, а рассмотрена, что можно проводить в режиме неинвазивной вентиляции лёгких, вот со следующим параметром. ДКВ – 0, давление поддержки – 0, и фракция выдоха минимально необходима для оказания медицинской помощи. Ну, соответственно, если пациенты совсем приезжают в декомпенсированном состоянии. Мы обращали внимание на максимальное количество параметров, которые нам можно изучить. Ну, в данном случае предоставим это дыхательный объём при спокойном дыхании, дыхательный объём при глубоком дыхании. Была попытка сделать так, что это будет эквивалент жизненной ёмкости лёгких, ну, соответственно, он не совсем получился, поэтому обозначим его как дыхательный объём при глубоком дыхании. P01 и негативно-энспираторный форс – максимальное энспираторное давление, которое может создать дыхательная система в пациенте. И прицельно мы можем посмотреть ультразвук в условиях реанимации. Соответственно, фокус был на диафрагму, и ультразвук диафрагмы нам традиционно может показать толщину и экскурсию этого образования. Что у нас получилось? У нас получилось, что частично спериметрия в условиях реанимации в сравнении со здоровыми. Здесь на данном слайде будет показано. И акцент, обращаем внимание, что нарушения при декомпенсации хронической сердечной недостаточности могут быть как выражены. Мы видим дыхательный объём у ХСН порядка 260, не очень большой, но при этом могут поступать пациенты, с кардиологическим диагнозом ХСН 2А, 2А, 2Б, и функциональный класс 4, но при этом дыхательный объём у них довольно-таки приличный. В сравнении со здоровыми, мы в спокойном дыхании можем не увидеть никакой разницы по дыхательному объёму при спокойном дыхании у пациента. При этом максимальный дыхательный объём при максимальном вдохе у них может страдать значительно. Мы видим на данном слайде где-то остальное порядка 2,5 мл, тысяч мл, дыхательный объём, ну, 3,300, и здоровый пациент у нас взял, это от, как правило, они дышали от 4,5, некоторые 6 литров при максимальном глубоком дыхании. Дальше мы видим, что, казалось бы, незначительная разница, ну, хотя целый литр будет теряться в сравнении со здоровыми. П0.1 не показал никакой, дальше будет предоставлено, что не показал никакой разницы, а вот негативно-спортори-форс у нас может также не страдать, если это пациент с той же функциональным классом 4, но он более компенсированный, но имеется какая-то небольшая одышка, которая, ну, кардиологами интерпретируется как показание для находения в реанимации хотя бы на период острой стабилизации, либо это абсолютно пациент, который не может создать разряжение в контуре, ну, и мы видим минус 17, минус 14 полуомнив. Ультразвук диафрагмы показывает о том, что абсолютно все хсенщики имеют более толстую диафрагму, не зависимости от компенсации или декомпенсации у пациентов в сравнении со здоровыми. На глубоком, в данном случае, на спокойном дыхании диафрагма уже значимо будет толще, мы видим. А вот экскурсия диафрагмы как при спокойном дыхании, так и при глубоком дыхании может значимо никак не отличаться. Почему никак не отыгрывает экскурсия, отыгрывает большая толщина, мы пока корректно сформулировать не можем, поэтому просто как наблюдение. В сравнении мы изучили пациентов с ХСН и без ХСН и посмотрели, как у них будет отличаться, соответственно, вот эта частичная спирометрия в условиях реанимации и дальше будет ультразвуковые показатели. Мы видим, что у сопоставимых пациентов по росту, по метрическим возрастным показателям может не отличаться НИФ, несмотря на то, что пациенты с ХСН, однако в данном случае предоставлены стабильные пациенты с ХСН, которые изучались в... пациенты приглашались на отделение чисто для проведения вот этих проб из кардиологических отделений. Дыхательный объем при глубоком дыхании нас заинтересовал, мы видим по медиане чистую разницу в практически литр и единственное статистически значимое отличие. Частота дыхательного движения может не отличаться, но спокойный док, как мы говорили, уже тоже может не отличаться. Визуально как будто пониже, но тем не менее может не отличаться. А вот показатели толщины диафорамы у пациентов, сравнимые групп, показали, что при хронической сердечной недостанчивости идёт практически по всем пунктам значимое утолщение диафрагмы, как при спокойном дыхании, так и при глубоком, как слева, так и справа. Индекс утолщения ведёт себя немножечко, на первый взгляд, странно, требовало определённых размышлений, которые привели к логическому нашему, кажется, пониманию. Индекс утолщения при спокойном дыхании несколько выше, чем у хсенщиков, чем у пациентов без хсен. А вот индекс утолщения при глубоком дыхании, даже видим, что значимо справа был ниже, но тем не менее ниже. Как можно это интерпретировать? При спокойном дыхании пациенты с хронической сердечной недостанчивостью уже выполняют нетипичную для нормального человека нагрузку. Они должны бороться с отёком, который у них есть в интерстиции. Соответственно, они должны совершать большую работу. И при спокойном дыхании для достижения тех же дыхательных объёмов диафрагма должна работать сильнее. Отсюда мы можем и наблюдать увеличение индекса утолщения. А вот при включении, попытке включения максимального колеи, максимального усилия при глубоком вдохе резервы уже у пациентов с ХСН истощены. Соответственно, и украшение диафрагмы со спокойного, но глубокое дыхание не может быть выполнено в максимальной работе, что мы, собственно говоря, видим в цепаломах и уволене. экскурсия диафрагмы. Как видим, здесь один показатель. Экскурсия диафрагмы справа была значима у нас, получилась выше у пациентов с ХСН. Интерпретация пока такая же, хотя экскурсия диафрагмы, крайне украшение, дальнее ее смещение. Как правило, оно не выходит за какие-то большие рамки, никак не отличается. Заранее скажу, что мы ожидали, конечно, снижения этого показателя, но не получилось. Как при спокойном дыхании тоже мы интерпретируем повышение как компенсаторную реакцию пациента с хроническим сердечным недостаточно для преодоления уже имеющихся проблем в дыхательной системе. А при глубоком дыхании визуально как будто бы экскурсия чуть ниже, но никакой статистической разницы мы не получаем. Правильник, корреляционный анализ взаимодействия изучаемых параметров с наличием хронической сердечной недостаточности получилась, что в принципе значимая корреляция только по толщине диафрагмы в спокойном вдохе справа и слева, но R, то есть индекс корреляции не такой высокий, как мы ожидали и хотелось бы. То же самое справа, но с учетом функционального класса мы видим, что чем выше функциональный класс, тем больше растет какая-то корреляционная накрывая, но тем не менее R все равно остается на уровне средних значений. Слева то же самое у нас будет R55, при учете функциональных классов несколько снижается корреляционная статистическая взаимосвязь, можем ли мы выявить между спериметрией и звуковыми показателями. И, как мы сейчас дальше увидим, выраженных, даже значимых, каких-то корреляционных взаимосвязей у нас получить не удалось. Из данной таблицы мы можем видеть, что по толщине отрицательное взаимодействие только слева при глубоком вдохе и с максимальным вдохом, логичнее, что получилось. Диафрагма у корреляционных становится толще, но при этом им сложнее уже вдохнуть, чем толще диафрагма, тем меньше возможно сделать максимальный вдох. Мы все это видели и чуть раньше. И индекс утолщения при глубоком вдохании тоже с максимальным вдохом коррелирует, он снижается, снижается и максимальный вдох. Есть логика, есть значимая корреляция, но, как видим, она индекс корреляционный абсолютно довольно-таки низкий, 0,3 всего. Экскурсия диафрагмы абсолютно никак не взаимодействует, не коррелирует с периметрическими показателями, ни одного статистически значимого показателя мы не нашли. И если бы нашли, то тоже видим, что ничего не очень низкая корреляция. Экскурсия тоже более широкая внимания, но индексы довольно-таки низкие везде. Интересно было посмотреть динамику показателей на примере одного из пациентов, так как мы брали абсолютно всех пациентов, которые попадали к нам в отделение реанимации, и то, что было предыдущие слайды, это стабильные ХСМ, а это уже действительно нестабильные пациенты, которые мы имели возможность посмотреть несколько лонгитюдно в течение одной недели до нескольких недель. В данном случае предоставлена динамика у пациента, который был переведен дальше на кардиологическое отделение, и не было никакого рецидива, он не возвращался ни к нам в отделение, ни в другие отделения нашего центра. И мы можем видеть, что толщина диафрагмы у пациента при спокойном, при глубоком вдохе от момента поступления слева направо до последнего дню она, видимо, снижалась. То есть толщина снижалась, при этом дыхательные объемы повышались. Экскурсия диафрагмы немного повышалась, но при достижении определенного уровня она никогда не двигалась. Окклюзионные пробы P01 расстоянием как нейрореспираторный драйв тоже практически никак не менялся, однако негативно-спираторный увеличивался. Пациенты, которые были в итоге переведены на экстракорпоран, на мембранную оксигенацию, мы видим другую совершенно динамику, у них утолщается диафрагма, со временем снижается негативно-спираторный форс, и экскурсия диафрагмы никак не может быть отыграна. частично спираметрия спокойный вдох несколько снижается, но немножко плавает, а максимальный вдох значимо у нас видно, что снижается у одного динамики. Таким образом, дыхательная недостаточность, перехронические сердечные недостаточность не только отёк-лёк-тёк, но и диафрагмальная дисфункция, толщение и снижение и изменение её экскурсионных показателей. Дыхательная мускулатура и спираметрия мы видим снижение максимального дыхательного объёма, расцениваем как ограничение резервов. Диафрагма у пациентов с ХСМ меняется, она утолщается, и чем толще, тем меньше способность создавать разряжение, возможно, связанное с саркопенией и динопенией. Стоит ли рассматривать отдельно ультразвук, диафрагмы нет, не стоит. На данном этапе это пока что малоинформативно, просто с точки зрения науки интересно, с точки зрения прикладной, прикладных особенностей нам нужна ещё и спираметрия. Почему? Потому что явной корреляции нет, надо смотреть оба исследования и оценивать, как всегда, конечно, комплексно. Однако мониторинг изменений диафрагмы возможно в дальнейшем будет как метод обоснования диафрагм щадящих стратегий искусственной вентиляции легких у пациентов данной когорты. Спасибо за внимание, если есть вопросы, готов. Продолжение следует... Продолжение следует...